В далеком 2019 году, в одном из своих выпусков, я назвал ушедший старый менеджмент Барспирта, тот самый еще, который был при Князеве, вороватым и жуликоватым. Однако, к моему удивлению, новый на тот момент менеджмент Барспирта в лице господина Ногуманова, только что назначенного Хабировым на пост генерального директора Государственного акционерного общества Барспирт, оскорбился до глубины души, оскорбился настолько, что побежал в суд и стал требовать с меня многомиллионное возмещение морального ущерба для компании. Суд длился целый год и, к чести судьи Архиреева, суд разобрался в ситуации и, в общем-то, все закончилось для меня благополучно. Но на прошлой неделе мы поняли, почему Рауф Самигулович так сильно беспокоился о том, чтобы широкая общественность, люди не услышали и не узнали и не поняли, что на самом деле происходило в компании Барспирт на тот момент. Сотрудниками ОФСБ установлено, что должностные лица акционерного общества Барспирт без проведения конкурсных процедур заключили договор о аренде нежилого здания, дом Бушариных, на 10 лет стоимостью 177 миллионов рублей. Напомню, что государственное акционерное общество Барспирт – это крупнейший налогоплательщик, по крайней мере, до недавнего времени в Республике Башкортостан, это крупнейший государственный алкогольный холдинг, приносящий государству акцизы, налоги, рабочие места и прочее, прочее. Так вот, на прошлой неделе стало известно, что Следственное управление Следственного комитета по Республике Башкортостан возбудило уголовные дела, внимание, по факту преступной деятельности должностных лиц государственного акционерного общества Барспирт. Так статьи какие? Залюбуешься. 159-я статья – мошенничество, 160-я статья – присвоение и растрата, а также превышение должностных полномочий. Особенно очаровательно звучит статья «Присвоение и растрата». Я долго копался в юридических терминах, до конца не понял, что такое присвоение и чем оно отличается от просто кражи, условно говоря. Ну, там есть действительно юридические нюансы, и присвоение, как правило, трактуется в отношении должностных лиц, когда человеку как бы доверили, например, государственные деньги, а он их в карман сунул и поехал в Сочи. Ну, это так уж примитивно. В общем, статьи, прямо скажем, тяжеленькие. И то, в чем Следственный комитет сейчас подозревает менеджмент Башкортостан, Вот эти подозрения звучат куда более грозно, чем мой жалкий лепет 2019 года о жуликоватости менеджмента. Только на начальной стадии следствия следователи Следственного комитета предполагают ущерб государственной казне на 400 миллионов рублей. И есть вполне себе обоснованные предположения полагать, что в ходе следствия этот ущерб будет кратно увеличен, если он не увеличится даже на порядке. Что же конкретно накопали сотрудники Федеральной службы безопасности, которые тоже участвовали, как мы знаем, в этой операции, и следователи Следственного комитета? Давайте пройдемся по даже укороченному, упрощенному списку того, что сейчас вменяется менеджменту Башспирта. Например, отчуждение собственности торгового дома Башспирт с занижением цены аж на 68 миллионов рублей в пользу друзей и родственников. Аренда помещений. У добрых знакомых с завышенной ценой, причем завышенной настолько, что диву даешься. А суммы аренд помещений где 200 миллионов, а где 400 миллионов рублей? Совершенно загадочный, например, ребрендинг торгового дома Башспирт в название Тантана. И вовсе чудные деяния. 1 миллиард 250 миллионов рублей были истрачены за период руководства господином Нагумановым Башспиртом на так называемые роялти. Здесь нужно дать пояснение. Есть такая лазейка у товарищей, производящих водку. Они почему-то охотно и с удовольствием выплачивают вознаграждение владельцам неких торговых марок. Ну, понятно, когда это легендарная столичная водка, которую знают во всем мире. Ну, может быть, пшеничная. Ну, Путинка тоже. В общем-то, водка уже намоленная, ее там пьют многими десятилетиями и знают. Ну, вот, например, водка белая крапива. Ну, мне это ни о чем не говорит. Это, конечно, субъективное мнение. Я не поклонник продукции Башспирта, никогда ее не употребляю. Вовсе не по идеологическим соображениям, а вот чисто по соображениям качества. Ну, ладно, это мое субъективное. Так вот, водка белая крапива. Как выяснилось, принадлежит она небольшой фирме, в которой есть только один сотрудник. Фирма эта расположена то ли в Клину, то ли в Москве, то ли в Подмосковье. Ну, в общем, где-то здесь, не в Башкирии. Это обычная ООО. И этой фирме разработка этикетки водка белая крапива обошлась в 20 тысяч рублей. Так вот, за время эксплуатации, берем это слово в кавычки, вот этой знаменитой марки белая крапива, Башспирт, любезно выплатил за право, пользуясь этим названием, 200 миллионов рублей. А помните, Бузыкаев картиночку нарисовал для водки? Там что-то чешма, что-то такое там, и какой-то мужичок с гармошкой. Это ведь тоже авторские права. Мы, правда, не знаем, получил ли Бузыкаев и его товарищи 200 миллионов рублей за использование вот этой картинки, но точно Башспирт выплачивал всякие роялти за вот эти вот картиночки. И далее, и далее, и далее. И вот набежало на миллиард 250 миллионов рублей. Ну, что уж там говорить про рекламную вакханалию и космические бюджеты на всякие акции. Вспомните и на агента Моргенштерна, который, значит, пел клипы там про водку, дикий мед и прочее, прочее, там, белый чай и так далее, и так далее. Ульянка Трегубчак, скачущая на бутылке водки, которую показывают там чуть ли не по всем башкирским каналам и так далее. То есть, ну, там, где-то рядом хаживал и Мурзагулов со своими интересами. В общем, досталось многим. А вот то, что касается вот этой аренды помещений, то тут, конечно, вообще история совершенно запредельная. Вот только один эпизод. Торговый дом Бушмаринах, тот самый особнячок на улице Ленина, на углу Ленина, и Кирова. Куплен был этот особнячок, внимание, за 21 миллион рублей. Неким компаньоном Артура Хазигалеева, господином Зариповым. Далее. Торговый дом Башспирт, без торгов и конкурсных процедур. Мы поговорим еще об этом обстоятельстве. Арендует этот особняк на 10 лет за 177 миллионов рублей с возможностью повышения аренды до 203 миллионов рублей. Напоминаю, куплен весь особняк был за 21 миллион рублей. Далее, через подконтрольные Башспирту фирмы и с завышением цен были закуплены мебель, произведен был ремонт на многие десятки миллионов рублей. Злые языки поговаривают, что где-то там в подвале был приватный ресторан с дегустационными комнатами, куда любило похаживать руководство республики, на тот момент чувствовавшее себя в абсолютной безопасности. Но это пока слухи. Однако, дом Башмариных это не слухи. Почти 200 миллионов рублей. Торговый дом Башспирт легко подписывает и отдает за аренду собственности, которая стоит 21 миллион рублей. Вот такая вот арифметика. И еще склад они арендовали всего того же господина Зарипова за почти 500 миллионов рублей. Вот такие вот сделки проводились. Теперь уже, когда стало совсем поздно, господин Нагуманов заламывал руки и говорил, что «Ой, юристы прохлопали! Надо же, какой ужас-ужас!» Ну, что тут говорить? Ужас-ужас, но, напоминаю, государственное акционерное общество Башспирт принимало вот подобные существенные решения в отношении крупных сумм денег. Движемся дальше. Вот этот вот неполный укороченный список того, что сейчас следователи полагают как преступную деятельность менеджмента Башспирта, это все только верхушка айсберга. Я абсолютно в этом уверен. Еще ни слова не было сказано и, видимо, не подняты документы по Булгаковскому спиртзаводу, тому самому, вокруг которых было столько баталий, где пытались выдавить Су-10, и была целая война за КС-ки по закрытию выполненных работ. Там же все время мелькал Стрижнев, о котором мы поговорим чуть позже. Я уверен, что чем глубже следователи Следственного комитета будут погружаться в период правления господина Нагуманова из Трижнева вот этим государственным предприятиям, тем больше материала они будут находить. Конечно же, мы рассчитываем на то, что расследование будет полным и беспристрастным, потому что, во-первых, на примере вот этого предприятия можно вообще учить молодых следователей, в том смысле, что, судя по всему, в процессе расследования будут скрыты все разновидности возможных злоупотреблений, которые только бывают в России в области злоупотребления с государственной собственностью. Давайте теперь поговорим поподробнее о том, кто же это те самые загадочные менеджеры Башспирта того периода, в отношении которых, ну, судя по всему, что в отношении которых, и, видимо, в отношении которых будут выдвигаться обвинения. Потому что на данный момент пока уголовное дело возбуждено в отношении не определенного круга лиц, но в отношении менеджмента. Здесь чисто юридически это потому, что те деяния, которые следователи считают преступными, могли быть совершены только менеджерами. Ну, то есть не может же там какой-нибудь грузчик со склада подписать договор аренды помещения. Это так. Но конкретно пофамильно пока виновные не указаны. И потому вот это вызывает определенный интерес. Мы сейчас поговорим о том, кто был на тот момент, на тот период, 19-20-е годы, руководящими лицами в компании, кто принимал существенное решение, или кто мог принимать существенное решение. Мы не видим документов доподлинно, потому не знаем, чьи подписи стоят, например, под теми знаменитыми договорами аренды. Основным должностным лицом предприятия на тот момент, конечно же, был генеральный директор. Нугуманов Рауф Самигулович. Легендарный чиновник из республики. Он был и мэром, и вице-премьером, и засветился во многих вещах. Ему приписывают акт объединения каустика и соды. В общем, многое за свою жизнь совершил Рауф Самигулович, и вот карьеру свою завершил так весьма экзотично генеральным директором компании «Баш Спирт». Следующий за ним загадочный персонаж – это советник генерального директора Стрижнев Игорь. Вообще не был никогда отмечен должностями на государственных службах. Человек этот на самом деле действительно достоин отдельного расследования. И поначалу оказалось странным, почему вдруг Стрижнев, вообще-то бизнесмен с весьма такой, ну, своеобразной репутацией, почему вдруг он становится советником генерального директора компании «Баш Спирт». Стрижнев занимался строительством дорог, строительством торговых центров, всевозможными объектами, и в основном связанными со строительством реконструкциями, и вдруг, значит, «Баш Спирт». Ну, совершенно непрофильное для него занятие, но тем не менее. Мы обязательно ответим на этот вопрос, и станет понятно, почему господин Стрижнев был столь значимой фигурой в компании «Баш Спирт», хотя, казалось бы, всего лишь советник. Но на тот момент он занимал действительно ключевую позицию в этой компании. Следом за Стрижневым, хотя, конечно, это не совсем по табеле о рангах, идет господин Сидякин. Одновременно с тем, что Александр Геннадьевич был в тот момент главой администрации Хабирова, при этом он же одновременно был и председателем совета директоров государственного акционерного общества «Баш Спирт». Должность это была, ну, такой, скажем, не то, чтобы зарплату платили. То есть, в штате компании он не состоял. Он был представителем собственника, а именно государства в компании «Баш Спирт». То есть, его прямой обязанностью было, естественно, контролировать эффективность компании, принимать существенные решения и заботиться о том, чтобы государственная компания, крупный холдинг работал на благо республиканского бюджета. Другой задачи у господина Сидякина точно не было. Но это формально. Другое дело, что по закону есть должностные лица предприятия, это генеральный директор и его замы, главный бухгалтер, ну, в общем, вот такие позиции. А есть вот этот совет директоров. Тут не надо заблуждаться о том, что совет директоров принимал все решения без исключения. Хотя, по логике вещей, конечно же, совет директоров должен рассматривать существенные сделки. Но при условии, что их выносят на решение совета директоров. Вот тут вопрос к Нагуманову и вопрос к Сидякину. Но насколько Сидякин подписывал вот эти решения и согласие об этих решениях в отношении вот этих вот скандальных аренд, переименования торгового дома Башспирт, вот этих вот крупных-крупных затрат, которые, по сути, завели сейчас крупнейшего многоплательщика и крупнейший государственный холдинг в очень трудное экономическое положение. Мы пока не знаем, следствие, как говорится, покажет, подписывал ли Сидякин все эти документы или пребывал в блаженном неведении. Что, если это так, то тогда, конечно, проблема у Нагуманова только увеличится. Ну и завершает список тех должностных лиц Башспирта, на кого стоило бы обратить внимание следствию, конечно же, Евгения Минебаева. Эта барышня была заместителем генерального директора и заведовала, ну, скорее всего, пиаром. Там так сложно как-то все было устроено, но, безусловно, она имела отношение к рекламе и к переименованию торгового дома Башспирт в торговый дом Тантана и к этому замечательному особнячку на Ленина, вокруг которого она без конца плясала, снималась и рассказывала, как все это замечательно, прекрасно и правильно. Евгения Минебаева, безусловно, креатура Игоря Стрижнева. До прихода на работу в Башспирт она трудилась в издании «Коммерсант», который тоже принадлежит Игорю Стрижневу. Те, кто никогда не слышал о бизнесмене Стрижневе, будут сейчас удивляться все больше и больше, и это действительно фигура достойна отдельного обсуждения. Так вот, Евгения Минебаева тоже ключевая фигура Башспирта, и я бы сказал, это слабое звено в этом самом менеджменте, и чуть позже я объясню, почему. Все эти люди, которых я перечислил, ну, за исключением, наверное, Минебаевой, это прямые или косвенные креатуры Раде Хабирова. Они его ставники, они доверенные ему люди. Сидякин на тот момент и вовсе его правая рука и глава его администрации. Еще раз оговорюсь, причастность Сидякина к деяниям, которые сейчас выявляются в Башспирте, прямо пропорциональна тому, насколько Александр Геннадьевич действительно подписывал решение Совета директоров. Складывается впечатление, что Башспирт Хабировым был превращен в некую синекуру, кормушку для своих. Ну, иначе чем еще можно объяснить? То, что, например, дивидендов компания за этот период выплатила только 31 миллион рублей. Сопоставьте цифры. Миллиард 250 миллионов щедрой рукой отдали за использование всяких этикеток типа «Белая крапива». По 200 миллионов, по 400 миллионов платили всяким, значит, зариповым за аренду помещений, а государству дивидендов досталось 31 миллион. И это при том, что Башспирт – это 5% российского рынка алкоголя, высоко маржинального, доходного и стабильного, растущего, кстати говоря, рынка алкоголя в России. И это при многомиллиардных оборотах компании Башспирт, и вот при этом дивиденды 31 миллион. Как еще объяснить, если не тем, что все это была некая синекура, как еще объяснить то, что некогда вполне себе стабильный и устойчивый торговый дом Башспирт, в последующем Тантана, ушел в минус при Нагуманове аж на целых 500 с лишним миллионов рублей. Ну, я вот, по крайней мере, объяснить это иначе не могу. Где сейчас, кстати говоря, эти замечательные чудо-менеджеры, богатыри башкирской торговли и алкогольной промышленности? Нагуманов поговаривает, что предусмотрительно покинул пределы Российской Федерации и находится в неизвестном направлении. Как выпустили? Загадка. Наверное, через Ташкент удрал. Сидякин плотненько осел в Москве в штаб-квартире «Единой России», занимая там одну из руководящих должностей. И, пожалуй, что до него, кстати говоря, следователям Следственного комитета будет дотянуться весьма непросто. Он защищен политической целесообразностью, у него есть высокие покровители в Кремле и около Кремля, и потому Александру Геннадьевичу, пожалуй, мало что грозит в этой ситуации. Игорь Стрижнев пока еще на родине, был замечен в Уфе. Фигура эта, конечно, чрезвычайно интересная. Я полагаю, что достойно отдельного расследования для нашего канала, и мы обязательно его сделаем. Ну, хотя бы несколько вопросов господину Стрижневу вне истории с Барспиртом. Это, например, что связывает Игоря Стрижнева как бизнесмена с тремя подряд мэром и города Уфы. И я, кстати говоря, знаю, что его связывает. Что делала фирма СТС Автодор, и какова ее судьба, и какова судьба кредитов, которые она получала у города Уфы? Как сложились дела у наследников Олега Шибаева? Это тоже вопрос к Игорю Стрижневу. А как поживает Герсон? Игорь меня поймет. Ну, вопросов очень много. Вот все эти вопросы мы обязательно зададим в том расследовании, которое мы посвятим отдельно и персонально фигуре Игоря Стрижнева. Так вот, он пока еще в Башкирии. Это очень хорошо для следствия. Я бы на месте следователей задался вопросом, как долго он будет пребывать в пределах Российской Федерации. Дело в том, что доподлинно известно, что у Игоря Стрижнева есть заграничная недвижимость и возможность выехать, например, в замечательную Италию, где у него прямо по соседству с родовым имением Качкаевых есть тоже отличный уютный домик, в котором раньше любил отдыхать, например, Мурзагулов. Евгения Минибаева тоже все еще в Уфе. И вот она как раз-таки слабое звено. Я полагаю, что следователям стоит обратить внимание на нее, как на человека, который, в общем-то, был наименее всего мотивирован во всей этой группе, но при этом вполне вероятно, что подпадает под некоторые аспекты ответственности по этим деяниям, потому, наверное, ее, проще говоря, будет легче, извините за выражение, расколоть, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Ну, не знаю, как говорится, следствию виднее. Ответит ли по закону и понесут ли ответственность все эти чудо-менеджеры – это, конечно, большой вопрос. На нашем телеграм-канале «Открытая политика» мы провели опрос о перспективах дела Башспирта, и наши подписчики, конечно, настроены крайне скептически в отношении того, как все это закончится, чем это закончится для фигурантов. Только 3% опрошенных, а их было более чем 1100 человек, только 3% верят в то, что, как говорится, всех пересажают. 5% – только 5% полагают, что ситуация с Башспиртом приведет к отставке Хабирова. 13% наших опрошенных опасаются, что следствие по древнерусской традиции может выйти на само себя. А вот 45% опрошенных скептически полагают, что фигуранты этого дела слишком близки к Хабирову, и это спасет их от ответственности. 34% и вовсе предположили, что в результате разбирательства и Сидякин, и Стрижнев, и Нагуманов будут награждены орденом Салавата Юлаева за заслуги перед башкирским бюджетом. Вот такие вот печальные перспективы описывают наши подписчики. Я понимаю, почему возникают такие ощущения, потому что сколько бы ни было у нас громких уголовных дел в отношении чиновников в Башкирии, и министры сидят под домашним арестом, и вице-премьеры сидят под домашним арестом, и прочее, и прочее, и прочее, сколько бы их ни было, никто никогда не понес реального ощутимого наказания. Это вам не мешок картошки украсть. Вот мешок картошки украл, сразу в тюрьму уехал. Телефон украл, пятерочка. А если 400 миллионов, вот как-то так вот куда-то делал, да? Я пока еще не сказал, слово украл. Следствие покажет. Ну вот что-нибудь такое на такие суммы, значит, наделал, на свободе с чистой совестью. Но как бы там ни было, в деле башспирта, как в капле в водке, отразились все основные принципы устройства региональной власти по-хабировски. Кумовство, бесконтрольность, личная выгода за государственный счет. Ну и отдельный тезис напоследок для тех, кто скажет, ну что нам этот башспирт, при чем здесь мы? Башспирт, напоминаю, это 100% государственное предприятие. И любое нерациональное расходование ресурсов в этом предприятии, а тем более любая коррупция, это прямой ущерб бюджету. Прямой ущерб каждому из нас. Мы с вами наполняем этот бюджет своими налогами. А кто-то, где-то и когда-то, как пелось в той песне, этими налогами пользуется и делает так, что государственные предприятия почему-то работают на их карман.